Документы по учету банковских операций содержатся в пункте «Меню банк» или в разделе «Банк рабочего стола». Для отражения перечисления денежных средств с расчетных счетов организации предназначен документ «Платежное поручение исходящее». Для того, чтобы добавить новый документ, необходимо в пункте «Меню банк» нажать на наименование «Платежное поручение исходящее», откроется список соответствующих документов, в этом списке необходимо нажать на кнопку «Добавить». Или непосредственно с рабочего стола необходимо нажать на гиперссылку «Платежное поручение исходящее». Перед нами открывается форма выбора вида операции документа. Для отражения соответствующих хозяйственных операций предназначены различные виды операции. Для того, чтобы оплатить денежные средства поставщику, выбирается наименование операции «Оплата поставщику». В открывшейся форме документа необходимо заполнить все реквизиты. Те реквизиты, которые являются обязательными для заполнения, подчеркнуты красной линией. В реквизите «Дата» необходимо указать дату платежного поручения. В реквизите «Счет учета» указывается соответствующий бухгалтерский счет. По умолчанию всегда заполняется счет 5110, но вы можете выбрать соответствующий счет. В реквизите «Организация» из списка организаций необходимо выбрать ту организацию, с расчетного счета которой перечисляются денежные средства. В реквизите «Банковский счет» из списка банковских счетов указанной организации выбирается тот расчетный счет, с которого списываются денежные средства. Нажатием на многоточие реквизита «Получатель» открывается справочник контрагентов, в котором необходимо выбрать контрагента, которому перечисляются денежные средства. В реквизите «Счет получателя» указывается расчетный счет контрагента. В реквизите «Договор» указывается договор, согласно которому производится перечисление денежных средств. В реквизите «Ставка НДС» нужно указать соответствующую ставку. В реквизите «Счет расчетов и счет авансов» указывается счет расчетов и счет авансов по данному контрагенту. По умолчанию выставляется счет 6010 или 4310. При необходимости пользователь может поменять указанные счета. В реквизите «Сумма» указывается соответствующая сумма документа. В реквизите «Статья движения денежных средств» нажатием на многоточие открывается справочник статей «Движения денежных средств», в котором необходимо выбрать соответствующую статью. Реквизит назначения платежа заполняется автоматически. При необходимости пользователь может изменить это значение. Если платежное поручение оплачено, выставляется флажок «Платежное поручение оплачено» и «Дата оплаты». Документ имеет печатную форму, которую можно получить по кнопке «Печать платежное поручение». Для того, чтобы провести документ, используется кнопка «Провести» или кнопка «Ок». Для того, чтобы отредактировать документ, необходимо выделить его курсором и нажать на кнопку «Изменить текущий элемент». Перед нами открывается форма документа для редактирования. В зависимости от выбранной операции набор реквизитов меняется. Например, если выбрать операцию «Перечисление работникам по ведомости», то в разделе «Расшифровка платежа» по кнопке «Добавить» необходимо из списка платежных ведомостей выбрать соответствующую ведомость. При этом сумма документа изменится в зависимости от суммы ведомости. Если мы выбираем вид операции «Перечисление налога», то в разделе «Расшифровка платежа» нажатием на «Многоточие» перед нами открывается справочник «Налоги отчисления», в котором необходимо выбрать соответствующий вид налога и также необходимо добавить соответствующую статью «Движение денежных средств». Если мы используем вид операции «Перевод на другой счет организации», то нам необходимо указать наряду с банковским счетом организации, с которого перечисляются денежные средства, также необходимо указать счет, на который перечисляются денежные средства. В разделе «Расшифровка платежа» указывается счет, на который перечисляются денежные средства, и соответствующую статью «Движение денежных средств». Для отражения поступления денежных средств на расчетные счета организации используется документ «Платежное поручение входящее». Добавить новый документ можно через пункт «Меню банк», «Платежное поручение входящее», кнопка «Добавить». Или по гиперссылке «Платежное поручение входящее» на рабочем столе. Перед нами открывается выбор вида операции документа. В зависимости от вида хозяйственной операции выбирается соответствующий вид операции документа. В форме документа необходимо заполнить следующие реквизиты. Дату документа, счет учета. По умолчанию выставляется счет 5110, но пользователь имеет возможность поставить тот счет, на который поступают денежные средства. В реквизите «Входящий номер» указывается входящий номер первичного документа. В реквизите «Входящая дата» указывается дата документа. В реквизите «Организация» указывается наименование организации, на расчетный счет которой поступают денежные средства. В реквизите «Банковский счет» указывается соответствующий расчетный счет организации. В реквизите «Плательщик» при нажатии на многоточие перед нами открывается справочник контрагентов, в котором необходимо выбрать нужного контрагента. В реквизите «Счет плательщика» заполняется расчетный счет плательщика. В реквизит «Сумма» необходимо указать сумму платежного поручения. В реквизите «Договор» из списка договоров указывается соответствующий договор. Если в списке договоров отсутствует нужный договор, по кнопке «Добавить» можно «Добавить договор». В реквизите «Номер договора» ставим номер, а также дату. При заполнении реквизитов «Номер и дата» поле номинования заполняется автоматически. Если у договора есть срок действия, расставляем соответствующее значение. В реквизите «Валюта» указывается валюта договора. Если у договора есть общая сумма, это значение вводится в реквизит «Сумма». В реквизите «Ставка НДС» указывается ставка НДС, сумма НДС заполняется автоматически. Счет расчетов и счет авансов заполняется по умолчанию для данного вида взаиморасчетов. Но пользователь всегда имеет возможность поменять указанные счета. В реквизите «Статья движения денежных средств» из справочника «Движение денежных средств» выбираем соответствующую статью. Проводится документ по кнопке «Провести» либо по кнопке «Ок». Для удобства работы с банковскими документами в системе присутствует журнал банковских выписок. Перейти к журналу можно через меню «Банк» – «Выписка банка» или нажав на гиперссылку «Выписка банка» рабочего стола раздела «Банк». В журнале необходимо указать наименование организации, а также расчетный счет. В табличной части отображаются банковские выписки за указанный период. По умолчанию указан текущий месяц. Открыть банковскую выписку можно двойным кликом. Если в системе существуют непроведенные документы, то необходимо воспользоваться кнопкой «Подобрать неоплаченные». Для того, чтобы провести неоплаченные документы, необходимо выделить нужные документы флажком и нажать на кнопку «Провести отмеченные». В табличной части банковской выписки отображаются проведенные документы за указанную дату. Под табличной части имеется информация о начальном остатке, сумме прихода, сумме расхода и конечном остатке. Документы можно вносить непосредственно из банковской выписки. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой «Добавить». Перед нами открывается наименование документа, которое мы хотим добавить. Для того, чтобы ввести информацию о списании денежных средств непосредством платежного поручения, например, при списании денежных средств за услуги банка, необходимо выбрать документ «Платежный ордер на списание денежных средств». После выбора документа перед нами открывается таблица выбора вида операции документа. Выбираем наименование операции «Прочие списания безналичных денежных средств». Перед нами открывается форма для заполнения. В реквизите «Дата» необходимо указать дату платежного ордера. В реквизите «Входящий номер» указывается входящий номер ордера. В реквизите «Входящая дата» указывается дата платежного документа. В реквизите «Получатель» указывается наименование контрагента. В данном случае это будет контрагент банк. В реквизите «Сумму» указываем сумму с писанием. В реквизите «Счет» указываем соответствующий счет затрат. В реквизите «Статья затрат» необходимо указать статью затрат по процентам банка. В реквизите «Статья движения денежных средств» указывается соответствующая статья движения денежных средств. При нажатии на кнопку «Ок» документ проводится. Проведенный документ отображается в табличной части банковской выписки.